Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как же так? Ничего не вижу. Может, аппарат неисправен? Нет, это исключено. Ну, двадцать первый день. Эмбрион не прижился. Как я мужу объясню? Ну, хотите, я сама поговорю с вашим мужем. Одевайтесь. Ну, как дела у нашей мамочки? Узи. Боюсь, у нас проблема. Какие проблемы? Узи должно было просто подтвердить наличие беременности. Все. Судя по анализам, ваша жена действительно была беременна. Но сейчас, увы. Увы. Дмитрий Петрович, такое случается. 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 Вот если бы вы забыли взять предоплату за очередную подсадку, ну, это же не случается. Митя, ну клиника-то здесь при чем? Мне, мне очень жаль. А мне вас нет. Нет, потому что вы колдуны и мошенники. Я прошу тебя, не надо. Надо, надо, Таня, надо. Потому что брать бабло они научились, а помочь семье не могут. Дмитрий Петрович, если вы немедленно не возьмете себя в руки, я буду вынуждена вызвать охрану. Садите! Плевал я на вашу охрану! Я вас засужу! Вы мне за все заплатите! Митя, я прошу тебя, мне просто стыдно за тебя. Стыдно? Стыдно? А за себя тебе не стыдно? Ты даже родить по-человечески не можешь. У всех бабы как бабы, а ты… Ух! 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 Постарайтесь не обращать внимания. Мужчинам нас не понять. Шестая подсадка. Вы думали на этот раз уже точно. А вы развейтесь. Сходите куда-нибудь, дайте выпейте. Я иногда психану, помогает. Спасибо. Неужели я никогда не рожу? Татьяна Ивановна, да дело-то как раз не в вас. Родите. Куда вы денетесь? Да нафиг эти подсадки! Плюнь и забудь! У меня семья разваливается. Ну, а что, ребеночек семью сохранит? Чернигов считает, что да. Ну, не знаю. Ты знаешь, я даже подумываю взять из детдома. Конечно, возьми прямо от казняка. Вот у меня так знакомая взяла, а потом вырос, и оказалось, что он китаец. Смешная шутка. Только мне что-то не до смеха. Ну, а что, ну, обычным путем у вас не получается? Митя считает, что виноват в мой аборт. Еще на первом курсе. А ты? А мне кажется, это у него проблемы. Ну, так ты найди себе брутального мужика, а всем скажи, что залетел от мужа. Ты что, смерти моей хочешь? Нисколько. Зато прикинь, как Дмитрий вырастет в собственных глазах, и всем будет хорошо. Кому? Тебе и мне? Мне, наконец, Чернигов как начальник перестанет на работе нервы трепать, а тебе с ребенком дома. Не хочу. Нет, Алла, я Мите не изменяю. Может, это, конечно, смешно звучит, но это так. Ой, ну мне-то не надо заливать. А Кумарин? А что Кумарин? Кумарин — мой деловой партнер. Утешила. Он же на тебя глаз положил. Помнишь, что такое против? С лодочками, с шашлыком? Ой, да ладно, а мы только один раз потанцевали. Вообще он против, но у него ладони потеют. Алло. Да, пап, послушай, ты не волнуйся. Ляг, вернее, нет, не ложись. Сядь и положи подушку под голову. Я скоро приеду. Не волнуйся, пожалуйста, хорошо? Что-то с папой? Приступ астмы. Ингалятор? Он не работает. Ну… Надо ехать. Я с тобой. Хорошо. А мы что, этот парфюм до самого рождественного будем вдыхать? Давай обгоним. Ну, вон, обходи, обходи. Ну, хорошо, давай обгоним. А он что творит-то? Э-э-э! Вот идиот, что делает-то, а? Ну, я вообще не понимаю, он больной, что ли? Придурок. А посигналим, утай! Ну, сейчас ты должен пропустить. Он пьяный, что ли? Что творит-то, а? Давай, знаешь что? Давай сейчас справа обойдём? Да какой справа? Ну, что ты говоришь там обочине? Ну, вот… Идиот, да? Вообще казён! Придурок! Ну, что мне делать? Ну, делай что-нибудь! Ну, нельзя так! Мама! Чего наделала Таня? Таня, ты чего вообще дура, что ли? Блин, ты чё делаешь, Таня? Таня! Заткнись! Куда ты, Тань? Тань, ты куда? Тань, близко, не подходи, вдруг она взорвётся! Таня, что делать, а? Таня! Что делать? Вызови скорую! А если там уже нет никого в живых? И что, всё равно скорую? Вызови скорую, я сказала! Алло, скорая? Тут машина перевернулась, тут страшная авария! Она прямо на крыше или… Да! Я не знаю, живы там люди или нет, я не могу посмотреть, да! Я не вижу! Даже не знаю, там есть там кто-то живых или нет, потому что она перевернулась! Да вы понимаете, сюда невозможно! Отвезите подругу, братец! Что случилось? Там у меня отец, у него астма, приступ! Все живы, помощь нужна! Да, мы вызвали скорую и милицию! Пожалуйста, отвезите подругу! Да, конечно, отпускай садиться! Что теперь делать? Алла, иди сюда! Иди сюда, возьми Ингалята! Отвезите, здесь недалеко! Да, конечно, конечно, довезу! Бери быстрее, Алла, ну! Тань, вот это Ингалята? Вот это вот я правильно взяла? Да, давай быстрее! Да, да! Скажи отцу, что я ему позвоню! Таня! Поезжайте! Поезжайте! Так, женщина! Документики показываем! Вы не могли бы представиться! Майор Гаврилов, следователь отдела дознания. Гвидон, мы их еле вытащили, но требуется срочно в больницу. Тяжелые они. Понял? Как он вас назвал? Гвидон, ну это для своих. Для вас я Игорь Михайлович. Сойдет? Игорь Михайлович, я не виновата. Понимаю. Я пыталась обогнать грузовик. Он меня просто не пускал. Номер запомнили? Шесть, семь, семь. Рыжий КамАЗ. Всем постам! Задерживать Рыжий КамАЗ. Для проверки. В номере, предположительно, цифры шесть, семь. Докладывать немедленно. Пройдемте ко мне в машину. Заявляю, что в данном ДТП я не виновата. Татьяна Ивановна, а как же обгон? По встречке? Ну, ведь запрещающих знаков нет. И разделительная не сплошная. И потом мы могли с ним запросто разойтись. Дорога-то большая. Он просто в последний момент стал выгонять меня навстречку, а мне тормозить было уже поздно. Ну, пострадали люди. Но ведь я не задела даже их машину. Ну, посмотрите, на моем джипе нет ни царапины. Мы опросим свидетелей и вашу подругу, и водителя КамАЗа. Ну, я очень надеюсь, что вы поймете, что я не виновата. Я тоже надеюсь. Дуйте. Вы можете сказать, чтоб меня не фотографировали? Миша, уйди отсюда! Понял. У вас 0,5 промиль. Утром я пила успокоительное. Так все говорят. Вы пивали? Ни капли, правда. Поедем на свидетельствование? Да, пожалуйста. А как моя машина? Не волнуйтесь. Ваш джип отгонят на стоянку. Ну, как? Полегче? Немного. Слава Богу. А то мы так перепугались. У нас же по дороге сюда колесо спустило. Таня. Таня. Осталось ждать техпомощь. А я вот на попутки приехала. Может, помочь как-нибудь? Чайку бы сейчас попить. Оль, конечно. Конечно. Постой, постой. Я чайник поставлю сам. А ты пойди в сарапь, принеси варенье черешневое. Ключ там в комнате на комоде. Варенье очень вкусное. Его еще Катя моя, Екатерина Андреевна готовила. Этот? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы нам звонили? Да. Мы были на даче, и вдруг этот звонок, это что, розыгрыш? Откуда у вас наш номер телефона? А. Вот, нашли у него в кармане. Андрей. И… Как мой сын? Я бы сказал, состояние стабильно тяжелое. А Леночка? С ней хуже. Что значит хуже? Она скончалась во время операции. Я сожалею. Тихо, тихо, тихо. Этого не может быть. Инна. Тихо, успокойтесь. Успокойтесь. Я должна ее увидеть. Извините, но это невозможно. Ну почему? Следователь не разрешает доскрытия. Успокойтесь, присядьте, пожалуйста, присядьте. Вы собираетесь скрывать моего ребенка? Не мы, а судебные медики. Вы сможете увидеть ее только на опознании. Ну почему? Таковы правила. Это какая-то ошибка. Она сидела же за папой. Пристегнутая. А сына? Можно увидеть сына. Да, пойдите. Антюшенька, сынок. Я твоя мама. Если ты меня слышишь, сожми палец. Андрюшенька. Осторожно. Осторожно. Господи, за что такое наказание? Я же говорил вам, бесполезно. А он будет жить? Скорее всего, будет. Другой вопрос, как? А что вы имеете в виду? Ну, это уже не ко мне, это к неврологу. Пойдемте. Вы обещали мне одну минуту. Завтра опознание. Пойдемте. Так, к девяти ждем вас. Ну, прости. Не знаю, на меня что-то нашло утром. Еще одна подсадка, я думаю, все будет хорошо. Митя, у меня крупные неприятности. Какие крупные неприятности? Чего там? Ты чего? Опять банк на тебя наехал? Или что? Или Кумарин начудил? Мы с Алкой ехали по шоссе. К отцу у него был приступ. Ну? Я попала в аварию. Ты что, раскурочила машину? Мы же за нее еще кредит не выплатили. Нет. А что тогда? Джип цел. Я и Алка, как видишь, тоже. Ну и все. Какие проблемы? Разойдемся по страховке. Ты чего? Крупные неприятности. Встречная машина перевернулась. Мужчина в коме, а девочка десяти лет погибла. Ни хрена себе. Катушка с леской. Как же ты… Я хотела… Я хотела… Я хотела обогнать грузовик. Он меня не пускал. Я вылетела навстречу. А я тебе говорил. Я тебе говорил. Не гони. Не гони. Не лезь вперед. Я не нарушала. Они с меня взяли подписку о невыезде. И тебе помоги. Сделай что-нибудь. Пожалуйста. Подписку, да? Значит, вешают на тебя. Сейчас. Угу. Угу. Сейчас, 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 сейчас. Подожди, подожди. Слушай, ну, там же в джипе есть, это, видеорегистратор. Ну? Да. Ну и все. Ничего мне там не обломится. Что они тебе могут предъявить? Все. Ну, что ты? У меня есть адвокат. Знакомый. Хорошо, адвокат. Бельский. Завтра поедем в милицию. Тут главное доказательство. О! Добрый день. Добрый день. Танечка, вот адвокат, о котором я говорил. Бельский. Аркадий Борисович. Адвокат по уголовным делам. Чернигова Татьяна. Очень приятно. Алла Смирнова. Я референт Дмитрия Петровича в ректорате. Очень приятно. Аркадий, а где же следователь? Договорились в десять. Как? Ну, должен был быть. А вот и он. Извините, что заставил ждать. Приступим? Да. Ребят. Ну что, здесь готово. Готово. Пойдем сзади. Прошу. У вас этот прибор через прикуриватель подключался? Нет, автономно, от батарейки. Ну вот, след от присоски есть, а видеорегистратора нет. Может, его и не было? Спереди еще посмотри. Ой, я вот, честно говоря, не помню никакого видеорегистратора. Вообще, знаете, так было страшно. Он был. Я точно помню, что он там был. Как? Вот, Тань, посмотри. Игорь Михайлович, ваши люди осматривали место происшествия? Да. А где же видеорегистратор? Что значит, где? Я не знаю, где. Я не вижу смысла криминалисту воровать улики. А укрывать? Ну… В списке изъятия данный прибор не значится. Ну хорошо, тогда внесите, пожалуйста, новые данные в протокол. Пожалуйста. Это была моя последняя надежда. Ну вот, собственно, и все. А кто все-таки был за рулем того джипа? В интересах следствия я не хотел бы… А в интересах семьи мы имеем право. Чернигова Татьяна Ивановна. Семьдесят седьмого года рождения. Занимается архитектурно-строительным бизнесом. Понятно. И еще. Ваш сын был трезв, а у нее в крови нашли алкоголь. Она же убийца. А вот дрянь, она же убийца. Я хочу, чтобы она сидела… Хочу, чтобы она сидела до конца своих дней. Ну, вину этой женщины нужно еще доказать. А пока мы считаем ее подозреваемой. Я хочу, чтобы она сидела до седых волос, до самой могилы. Пойдемте, пойдемте. Ну, пойдемте, пойдемте. Спасибо. Держись, держись. Да ладно, как пережить. Иначе, спасибо, дорогая. Ой, мы с тобой. Позвони, если что вы не делаете. Позвони, дорогая наша. Ты зачем сюда пришла? А? Ну-ка, уходи, быстро. Ина, простите. Убийца моей дочери, не место здесь. Простите, но я не виновата. Она не виновата. Пошла вон отсюда. Она еще цветочки привезла. Вот тебе твои цветочки. Пожалуйста, уходите отсюда. Сбоку. Идите. Пожалуйста. Расследование скандальной аварии на Восточном шоссе затягивается. Полиция молчит и до сих пор находится на свободе Татьяна Чернигова, по вине которой погибла 10-летняя Лена Матонина, чемпионка Москвы по художественной гимнастике, и тяжело раненый отец, художник Андрей Матонин. Прокомментируйте. Научись не обращать внимания. Как? Мне сегодня звонили с какого-то канала. Предлагали поучаствовать в шоу «Поговорим». А блогеры вообще как с цепи сорвались. Ну, подожди. Может быть, они скоро вообще возле твоего дома устроят пикет. У меня телефон целый день дома звонит. У меня телефон целый день дома звонит. Нет, нет, это ты послушай меня. Еще раз позвонишь по этому номеру, я тебя вычислю. И оторву голову. Ну, тебе нужно просто научиться с этим жить. Давай выпьем, а? Давай, за нас. Нет. А давай помянем твою Женечку. Нашу Жеку. Мне ее не хватает. Да. Женька бы сейчас разложила все по полочкам и заставила бы действовать. Давай. Не чокайся. Помнишь, на востоке Гималаев, третий лагерь, отметка восемь сто. Метров пятьсот до вершины осталось. Жалею, что с ней не пошел. Еще бы. Группа голосовала вернуться. Все за. Одна Жека против. Там еще французы голосовали. Все трое под лавиной остались. Жека где-то там. Четвертый год, проклинаю себя за это. Зато ты меня спас. Тащил до самого лагеря. Ну да, ты ж в отключке была. О! Сейчас я буду в отключке. Метро-то уже не ходит. Останься. Да ну, перестань. Твой муж вызовет миллион дуэль. А он в командировке. А если я не усну и переставать начну? Дэн, я прошу тебя, мы с тобой сутками из одного спальника не вылезали. И ничего. Вот именно. Ничего. К сожалению. Дэн. 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 Алло. Да, Аркадий Борисович. Да, я вас жду. Господин Бельский, вы согласны с предъявленным обвинением? Без комментариев. А правда, что ваша подзащитная находилась в состоянии алкогольного обвинения? Нет, это неправда. Вы считаете, что за убийство ребенка можно отделаться условным сроком? Это Бельский. Ну, проходите. Как всегда. Ну вот, опять облом. Здравствуйте. Добрый день. Проходите. Спасибо. Кофе будете? Не откажусь. Садитесь. Благодарю. Какие новости? Новости не очень. А именно? Вас обвиняют по статье 264, пункт четвертый. Нарушение правил дорожного движения, приведущее к гибели человека. До семи лет. Но я не виновата. Какое отношение эта статья имеет ко мне? Татьяна, послушайте меня внимательно. Они нашли водителя КамАЗа. Он показал, что не мешал обгону, а даже наоборот, прижимался к обочине. Но это неправда. Конечно. А что вы еще хотите? Водила отмазывать себя? А вот показания вашей подружки, Аллы Смирновой, не лучше. Что вы имеете в виду? Она сказала, что перед поездкой вы выпили с ней вина. Она сказала, что вы были перевозбуждены. Она просила вас не гнать, но вы ее не слушались и так далее, и так далее. Но все было с точностью, да наоборот. Догадываюсь. Вы вообще ей доверяете? Ну, раньше доверяла. Возможно, ее припугнули. Такое бывает. Тем не менее, суда можно избежать, если договоримся с женой и матерью Матонина. А что ты в офис-то не поднимешься? Не хочу, чтобы наши меня видели. А, вот. Сколько здесь? Ну, все, как ты просила. Половину пришлось через банк обналичивать. Людям на зарплату хватило? Ну, должно. Если придут транши за выполненный заказ, то хватит. Ну, что ж, хорошо. Ну, давай, держись. Переговоры придется вести тебе, так что держи оборону. Это тебе удачи. Спасибо. Итак, я слушаю вас. Как я уже сказал, я представляю интересы моей клиентки, госпожи Черниговой. Предлагаю примирение сторон. И что от нас требуется? Подписываем договор. Мы вам платим деньги. А вы отказываетесь от претензий к моей клиентке. А в чем выгода Черниговой? На основании вашего заявления уголовное дело может быть закрыто. Понятно. То есть, так вы оценили жизнь моей малышки. Да? Судьбу искалеченного человека, моего мужа, талантливейшего художника. Речь идет не об оценке. Мы говорим об обычной досудебной юридической сделке. Вот и все. То есть, я возьму деньги, а Чернигова будет эта стерва гулять на свободе, как ни в чем не бывало, так что ли? Дочка, не кричись. Может быть, мы подумаем… Полина Сергеевна, пожалуйста, не вмешивайтесь. Здесь решаю я. Правильно ли я понял, Инна Сильвовна, что ваша семья не нуждается в средствах? Или сумма вам кажется недостаточной? Недостаточной. А понимаете, как хотите. Увидимся в суде. Ну что? Отказ. Я так и думала. Что теперь? Будем готовиться к суду. Это значит, платить за разные экспертизы, нотариальные услуги, справки, копии. И это не считая моего гонорара. Значит, денег не хватит? Если учесть, то я еще не все расходы назвал. Поехали. Он уже в сознании, но память повреждена. И надолго это? Никто не знает. А ему говорили, что дочь мертва? Нет, вы что, я даже медсестрам запретил произносить вслух ее имя. Андрюша, ты узнаешь меня? А? А девочку эту? А? Ты помнишь, как ее зовут? Инна, ты что творишь? Миленькая, мы же прожили с тобой двенадцать лет. Ну что, что с тобой? Что? Он что, притворяется? Инесса Львовна, вы не сердитесь, но он вас совершенно не помнит. Вы для него чужая, понимаете? Да как это может быть? Что вы сделали с моим мужем? Это был… Пойдемте. Нормальный человек. Пойдемте. И вы превратили его в растение. Давайте мы вам сделаем укол транквилизатор. Да провалитесь вы со своими транквилизаторами. Успокойся. Успокойся. Она угробила эта Чернигова мою семью. Отняла ребенка. Успокойся. Превратила мужа в растение. Пожалуйста. И вы ее защищаете в вашей единственной семье. Да успокойся, сына угробила. Инна. Она будет догореть в аду. Тебе светит реальный срок. Ну, будешь носить мне передачи. Ты сейчас пошутила, да? Не смешно. Да отмажет тебя, Бельский, отмажет. Где взять деньги? Опять? А что делать? Мне вообще не шиша. Ты прекрасно знаешь, сколько получает проректор по хозяйственной части. Ну, что ты мне предлагаешь? Я могу заложить квартиру? Ну, или продать часть своего бизнеса Кумарину? Не знаю, не знаю. Ну, думай, решай сама. Нужно же чем-то жертвовать. Господи мой. Я ненавижу, ненавижу давать взятки. Я люблю давать взятки. Ты прекрасно знаешь, что двести шестьдесят четвертая статья — это для нас катастрофа. Это конец твоей свободе и моей карьере. Я не хотел тебя расстраивать. Ну, вот, пожалуйста. Посмотри вот на это. Вот что пришло, мне на почту. Привет, наш. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Привет. Они смотрят на меня, как на чужую. Что ты им наговорил? Я что наговорил? Тань, ты чего? Тем более про твою историю уже все знают. Вадик, мне нужны деньги. Еще? Нам мне платили часть работ. На счетах пусто. Ну, что же мне делать? Квартиру продавать не хочу, а на даче живет отец. Ты же не захочешь выйти из состава учредителей? Не захочу. Ну? Если не продам свои акции тебе. Мне? Ну, у меня есть преимущественное право выкупа, но свободных средств сейчас нет. Но мне нужен выход из положения. Мне нужны деньги. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас. Ну, мы можем позвонить брокеру. Смотри, часть твоих акций мы пустим в свободную продажу. Часть ты передашь мне. В трастовое управление. А? Ну, контору сохраним. Ну вот. Это уже что-то. Этого, я надеюсь, хватит. А что мне реально угрожает? До пяти лет. Потом снизим до полутора. Условно. А если... Если не получится, условно? Ну, потом, когда страсти утихнут, мы вообще снимем судимость. И я докажу, что вы абсолютно невиновны. Кроме того, схема аварии такая путанная и не точная. Например, не сделана техническая экспертиза машины Матонина. Ну и так далее, и так далее. Извините, я должен бежать. Подозрительный конверт какой-то пришел. Ни штемпеля, ни обратного адреса. Угу. Да, странный. Посмотри. Что это за бордель? Это ж твоя жена. Мне кажется, я даже догадываюсь, где это. Помнишь, они с Кумариным устраивали корпоратив для своих сотрудников на озере? Угу. Ты тоже там была? Да нет, зачем? Таня рассказывала. Ну, это там было довольно весело. Сейчас я вижу, что им тоже. Полный трындец. Угу. Ну, все понятно? Ну, все было совсем не так. А мы считаем, что именно вы создали аварийную ситуацию. А мы — это кто? Я — ваш следователь. Прокурор района. Государственный обвинитель. И, я надеюсь, судья. А я не согласна. И ничего не подпишу. Послушайте. Можно я буду вас по имени называть? Таня. Танечка. У вас имя как в Евгении Онегине. И так она звалась Татьяна. Вы мне поверите, если я скажу, что сочувствую вам? Навряд ли. С какой ты стать? Не надо ерничать. Я же вам не интим предлагаю. А что вы мне предлагаете? Я разговаривал с вашим адвокатом. Он понимает, что ваше дело приняло широкую огласку. И запросто решить его не получится. Оно на контроле. Но, если мы с вами сможем договориться, вы понимаете, о чем я говорю? Тогда признание вины в обмен на амнистию. Нет. Я на это пойти не могу. Ну, почему? Ну, вам-то какая разница? А потому что амнистия – это констатация вины. А я повторяю вам, что я невиновна. Тупая мелкая тварь. Вот закроем тебя. Подхватишь тубик, гепатит или волчанку. До воли не допрешь. Сдохнешь на полу вонючего гальюна. И закопают тебя на пустыре, как собаку. Вы все сказали? Гвидон. Тогда я, пожалуй, пойду. Ваш пропуск. Митя. Хорошо, что ты пришел. Да. Я пришел. Пришел домой. А ты где была? Неплохо. Да неужели? Нальем. Страшно. Это травля. Девочка. Она мне все время снится. Как она сидит в разбитой машине, а я… Я не могу ей помочь. Мне тоже страшно. Я тебе больше скажу, мне невыносимо. Митя, тебе хватит. Ты мне говоришь, мне хватит? Вот, что скажешь? Вот это вот очень любопытно. Господи, ну это мы… Мы дурачились. Ну это было тогда, помнишь? Ты уезжал в Австрию, а я устраивала с нашими встречу. Господи, ну я же тебе рассказывал. Я помню прекрасно Австрию. Я не помню, чтобы ты мне рассказывал про вот эту вот оргию. Митя, ну какая оргия? Это обычная, обычный корпоратив на природе. Обычный. Действительно. Ничего особенного. Как обычно, переспала с этим Кумариным, потом с этим своим Дэном переспала. Ты меня унижаешь. Я ни с кем не спала. А вот это, когда на работу вот это вот дерьмо присылают, вот это… Не унижение вот это? Митя, ну послушай, ну пожалуйста, я тебе все объясню. Объясни, объясни мне, пожалуйста, объясни мне, почему ты скрылась, что не можешь рожать. Митя, мне больно. Больно? А мне плевать, потому что ты шлюха! Мало того, что у нас нет детей, по твоей вине погибло невинное существо. А ты, ты что, действительно считаешь, что девочка погибла по моей вине? Что ты делаешь? Митя, что ты делаешь? Я ухожу. Митя, пожалуйста, не надо. Да пошла ты! Да не волнуйся, я тебя не брошу. Ты мне на зону буду консервы присылать. Я очень тебя прошу, пожалуйста, не делай этого. Слышишь? Ну не делай этого, ну пожалуйста. Пусти. Ну, Митя, ну не делай этого сейчас, но я тебя очень прошу, ну пожалуйста. Суд приговорил признать Чернигову Татьяну Ивановну, 1977 года рождения, виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением прав управлять транспортным средством сроком на три года. Подсудимую взять под стражу в зале суда. Ну как же так? Я не понимаю, а как это возможно, а? За убийство ребенка два года? Это же мало! Ну ничего, мы так просто это не оставили. Инна, подожди. Таня, я очень сожалею, но я предупреждал, что… Да, вы сделали все, что могли. Еще не все потеряно, правда. Я знаю. Папа… Крепись. Крепись, дочка, крепись. Это еще не конец. Мы обжалуем этот приговор. Тань, Тань, я тебя не оставлю, слышишь? Я сделаю все возможное и невозможное. Да, я знаю. Не волнуйся. Тань, ну я не знаю, может я что-то не так сказала, что-то напутала. Ну я же… Ой, ой, извините. Руки. Так, расступитесь. Пройдемте граждане с дороги. Держись. Аркадий Борисович, Аркадий Борисович, Аркадий Борисович, ваши комментарии. Мы… мы проиграли сражение, но мы еще не проиграли войну. Приходите. У вас пятнадцать минут. Как ты? Нормально. Завтра везут в колонию-поселение. Да? Известно куда? Известно. Но ты же не за этим сюда пришел. Тебе нужен развод. Зачем ты так? Зачем торопиться? Мы же не чужие люди. Не уверена. Тань, я никогда тебе не был нужен. Ты только мирилась с моим существованием. Ведь это так… Митя, дорогой, давай не будем. У меня нет совершенно никаких сил. Давай просто простим друг друга и забудем об этом. Скажи честно, зачем ты сюда пришел? Я так подумал, а может продадим нашу квартиру? Квартира моя. И ты это прекрасно знаешь. Она подарена мне моей покойной матери. Я так прикинул, тебе ведь на зоне деньги будут нужны. М? Ну, если надумаешь, я нотариуса хоть завтра привезу. Это все зачем ты сюда пришел? Мы закончили. Ну, живем где. Помнишь? Я только лоджию помню, куда курить выходил. Ну, ничего. Я тебе беляшей нажарила, борщ с грибами. Соскучился, небось, по-домашненькому-то? Если честно, мне уже все равно, в больнице или дома. В больнице даже лучше. Здесь все такие, как я, переломанные. Да что ж ты говоришь, сын. Такси уже ждет. Давайте я вам помогу. Спасибо. Спасибо вам, доктор, большое. До свидания. До свидания. Ну что? Да, вы знаете, ваш Андрей молодец. Думал, хуже будет. А он и вас узнает, и про Варю вспомнил. А я вот пытаюсь забыть. Правда, плохо получается. Да ладно. Я слышал, Чернигову это уже осудили. И пошла, как говорится, она по этапу, прошу прощения, кандалами, извиня. Я наводила справки, ее на поселение отправили. Туда и ей дорога. Ладно, бог с ней. Давайте мы лучше про нашего больного поговорим. А, да. Андрею нужно диету какую-то соблюдать? Нет, никаких диет. Но к Мольберту пока не подпускайте. Рано еще. Нужно поберечь психику. Я поняла. Хорошо. Вот. Спасибо вам. И простите меня. Да. Я думаю, вы знаете, за что. Хорошо. А у меня еще для вас есть… Нет. Перестаньте. Инесса Львовна, ну… Пожалуйста. Это от всей души. Спасибо. Вот, с одной стороны, я рад, что Андрей выписал, а с другой… Мне очень жаль, что… Я не смогу больше увидеть вас. Если бы вы знали, как мне жаль. А можно я иногда буду звонить вам? Можно. Вдруг, может быть, поужинаем вместе. Может быть. Спасибо вам. И всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Андрюша, сынок, ну ты совсем ничего не ешь. Ну, что у тебя? Салату давай положу? Я не хочу. Ну, ладно. А я чайку пойду поставлю. Полина Сергеевна, поставьте посуду, я с вами. Уйнечка. Спасибо очень. На здоровье. Можно? Спасибо. 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 Что ты делаешь? Ты что, с ума сошел, а? Что происходит, а? Ты что делаешь, а? Послушай, у нас Леночки, это святое. Здесь должно все оставаться, как было при ее жизни. Здесь не так, как при ее жизни. Да ты что творишь, а? Тебе же наплевать, тебе просто наплевать на все, на память. На же Леночки приходи. Слушай меня, ты был давари нормальным человеком. Кого ты превратился? Ты, ты монстр. Да, я монстр, да, я монстр. Вот сейчас поменяй все местами. Зачем вы все это устроили? Я ненавижу его, я ненавижу его. Чтоб ты сдох. Ну, что они там резину тянут, а? Ведь сказали, что отпустят в пять. А сейчас уже восьмой час. Вам тоже не верится, что Таню выпускают? Благодаря говоря, я уж думал, что и не доживу. А сейчас вроде бы как второе дыхание открылось, что ли. Да. Куда я только не писал. Куда я только не жаловался. Ну, разве что в Гаагу. Ясно же, несправедливо наказали. А в ответ одни отписки. Иван Андреевич. Ну, все, Чернигово, счастливо. Господи праведный. Ну, здравствуй. Здравствуй, моя родная. Папа. Доченька. Ну, вот и все. Все. Давай. Привет. Привет. У тебя волосы даже по-другому пахнут. Да, хорошо, что не карболкой. Мыло дают земляничное. А мы, может, с Дэном думали, что администрация решила тебя и не выпускать. Ну, что ты, папа. Там все по расписанию. Ну, давай, говори, что хочешь в первую очередь, а? А хочешь, я приготовлю тебе твое любимое блюдо, а? Ну, кролика в белом соусе и с моченой морожкой, а? Ванна. Салат, это прекрасно. Прекрасно. И витамины. И полезно. Да, мы, кролики, любим салат. Тебя что, выпустили уже? Это как понимать? А в чем дело? Тань, ты... А почему в моей блузке? Татьяна, ты пока была в подъезде, мы некоторым образом с салучкой сблизились. И некоторым образом заняли мою квартиру, передвинули мебель и повесили дурацкие шторы. Они не дурацкие, они испанские. Тебя обманули. Ну, может, ты еще и шмон устроишь? Как там это у вас на зоне называется? А по-моему, здесь стояла наша фотография, да? Да, я их сохранил. Они в пакетике между книгами. Показать? Не надо. Ты даже на рамочке сэкономил. Значит так. Вы оба. Убирайтесь из моей квартиры. Это мы должны уйти? Сама Вали уголовница. Аллочка, я прошу тебя, не надо истерик. Татьяна, ты стоишь в ужасное положение. Да ты что? Я? Хорошо, хорошо. Мы уйдем. Ну, дай нам хотя бы вещи собрать. А почему это мы должны уходить? Пусть она уходит. Аллочка. Ребят, это даже смешно. Ну, ладно, мы найдем где жить. Правда, Димон? Только заметь, Татьяна Ивановна, что я уйду с твоим мужем. С моим бывшим мужем. А ты дура и неудачница. Останешься тут одна денешенька. Вот. Чтобы завтра вас здесь не было. Застой кровью в венах. Тут как минимум нужен массажист. Иначе варикоз и… Гуд бай, Америка. А ей так уже списаны единицы. Андрей, звонили перекупщики. Ну и что сказал, что я умер уже? Вот дурак. Мы в долгах по уши. Могли бы продать какие-то твои ранние работы. Я умер. Прям как у Давида Самойлова. Нету их и все разрешено. У какого Самойлова? У актера? Дура, поэта, Давида Самойлова. А я живой. Вот незадачка-то. Вот им повезло. А картин своих я никого продавать не собираюсь. Отдай. Андрей, успокойся. И завязывай с алкоголем. Тебе категорически пить нельзя. Так, Андрей, я все-таки отобрала несколько твоих работ. Они готовы купить их без рамок. Хотя бы массажисту заплатят. Это ты берите, что хотите. Мы уже с ним все решили. Зачем вам мнение урода-то? Перестань так разговаривать со своей женой. Ты не представляешь, что перенесла эта женщина. Она святая. Да, да. Я заметил. Когда вольет в себя пол-литра полусладкого, так все и светятся изнутри. Кто бы говорил. Павлик, не надо с ним связываться. Он же не понимает, что ему добра желают. Законченный эгоист. Слушай, Павлик, а в чем твой личный интерес? С моей женой ты уже спишь? Андрей, заткнись. Это уже слишком. Пойдем, пойдем. Он неадекватен. Слушай, надо обуть его. Валите отсюда! Вы и так меня уже обули. Псих, дурак! Еще раз за твою свободу. А почему ты молчишь о главном? О любви, словавчий сказаный. Не поясничай. А ты о чем? Об акциях от своих, что ли? Да. Так, а их уже давно нет? А куда они делись? Ну, как куда? Ну, как куда? Большинство вас в долги ушли. Скажи спасибо, что взяли. Спасибо. А что осталось? Твоего? Ничего. А ведь я тебе поверила. А в наше время это достаточно легкомысленно. Будет суд. Да? А ведь у нас с тобой никакого договора. И даже в шивере списки. Так. Только слова. Слушай, смотри, как оригинально, да? Ты считаешь, это оригинально? Слушай, совсем другой стиль. Ты в такой манере никогда не работал. Ну да, это нечто. Ну и где ты такое видел? В аду! Выпить хочешь, Павлин? Да нет, спасибо. И как там в твоем аду, Матонин? Прекрасно. Намного лучше, чем здесь. А, да нет. И поэтому картину твою никто не купит. И это проблема, Матонин. Потому что процедуры и лекарства стоят денег. Кстати, тебя видели в подворотне? Что ты там рисуешь втихаря на картонках? Голых девок. Рыбок-котов. Шаджин заказ. Полчаса поработаю, на обед спим, хватает. Ты опустился ниже плинтуса. Да. Нам за тебя стыдно. Кому это нам? Я подаю на развод. Да. Что-то приехала сообщить мне об этом. Могла бы позвонить. Андрей, мы просто хотели с тобой об этом поговорить открыто. А так дальше не может продолжаться. Ну вот, в общем-то и сказали. Пока. Ну да. Андрей, послушай, раз ты уже там рисуешь своих там голых девок, кошек, рыбок, ты бы скопил себя на переличную коляску. Тебе ж с этим, ну, до конца жизни. Извини. Пойдем. 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 Придеть, мальчик. И-и-и-и… У… Я ведь знаю, ты один к ней в колонию-то ездил. Да я тебе за это буду по гроб жизни благодарен. Скажи она хоть слово, хоть намекни. Я тебя прекрасно понимаю. Скажу откровенно, я ведь внуков-то заждался. Ну что вы там шепчетесь? А, ничего. Пап, неси бутерброды. На. Ага. Угу, угу. Тань, у меня для тебя сюрприз. Подойди, пожалуйста. Я рассказал на Тиньшане кое-кому из наших о твоей проблеме и дал номер счета, и сам не ожидал такого эффекта. Я открою. Ничего себе. Этого же хватит не только на выкуп акций. Да, это и не банковский кредит, отдавать не нужно. О, привет-привет. Привет-привет. Проходи, проходи, милости просим. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Роман Дмитриевич Легат, мой старинный друг, бывший хирург, а ныне главный врач и директор санатория. Очень приятно, Денис. Очень приятно. Между прочим, альпинист, снежный барс. Так вот, хочу Татьяну пригласить в наши края. Отдохнет, развеется, но дела подождут. Дочь, это замечательная идея. Ну что ж, почему бы и нет? Только я с Денисом. У вас для него местечко найдется? Безусловно. Денис, там рыбалка вот такая вот. Вы рыбак? Да, я иногда рыбачу, но у меня немного другие планы. Какие? Ну, мое дело предложить. Давай потом об этом поговорим, ладно? А в санаторий я тебя отвезу. Ну ладно, а сейчас давайте к столу. Ну к столу, так к столу. Ну, ну. А вон человек идет. Давай у него спросим? Простите, пожалуйста. Простите, а вы не подскажете, где находится санаторий «Зеленый рай»? Мы заблудились. Я как раз туда и направляюсь. Ну, может быть, нам покажете, мы вас подвезем. Хорошо. Ну, слава богу. А вы художник? Ну, вроде того. Да вот он, главный корпус. Да вот он, главный корпус. Ну, вот мне туда, а вам на ресепшн, вот в эту дверь. Спасибо большое. Счастливо. Дэн. А мне кажется, или ты что-то от меня скрываешь? Нашли Женю. Склон к Чинжанге. Пока есть погода, попытаюсь спустить тело. Ты возвращаешься к Гималайи? Да. Без меня? Это мои проблемы, я сам решу. Почему? Потому что ты считаешь себя виноватым в ее гибели? Не только. Я не хочу рисковать еще и тобой. Дэн, но я ведь тоже виноват. Я тоже могла ее остановить, но я не сделала этого. Я могла спрятать веревки. Тань, тебе там не пройти. И мы оба это знаем. Почему? Потому что ты давно без тренировок. Да? А ты забыл, что за мной три восьмитысячника? Помню. Мы идем туда маленькой группой. Минимум вещей и без кислорода. Тань, все решено. Меня ждут в базовом лагере самолет завтра. Обещай, пожалуйста, что ты вернешься. Ну, конечно. Конечно, конечно. У меня нет никого дороже. Я хотел сказать, что… Тсс. Мы поговорим, когда ты вернешься. Угу. Мой любимый табачок. Вот отец просил передать. О-о-о. Китайский чай. Шестилетним уэр. О, мой любимый табачок, мой любимый табачок. Иван умеет делать подарки. Выпьем за его здоровье его любимый коньячок. Так. Роман Викторович. Да, да. Присоединяйтесь, присоединяйтесь. Да, кстати, вовремя. Здрасте. Вовремя. Познакомьтесь, это Андрей, художник. Восстанавливает, так сказать, первоначальный вид. Оформляет, реставрирует. Это Татьяна, дочь моего товарища. Да мы уже виделись. Как? Когда же ты успел? Ну, выпьем за его здоровье. Роман Викторович, я вот эскизы принес. Посмотрите. А, ну, показывай, показывай. Ну, я не буду вам мешать. Всего доброго. Я попозже зайду, хорошо? Как? А эскизы? Я вам много могу рассказать про эту усадьбу. Тут, говорят, даже привидения есть. Да вы что? Да, правда. Чего вы смеетесь? Я видел вчера. Одно. Ну, ладно. Неохота с вами расставаться. А это вы говорите или коньяк, легата? Ну вот. Хотел в гости напроситься. Теперь не стану. Какой обидчивый. А я, между прочим, вас и не звала. Муж ревнивый. Денис не муж. Он просто близкий друг. А вы? Вы женаты? Жена ушла от меня. К другому. Пришлось в мастерскую переехать. А, так вот, почему вы ко мне напрашиваетесь. Легат мне дал номер на весь сезон. Так что приходите в гости. Ладно. В следующий раз обязательно зайду. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. Доброе утро. Таня! Таня, а можно я составлю вам компанию? Вы? Ну а что? Когда-то врачи сказали, что я не вылезу из инвалидного кресла. А я вылез. И без палки научусь. Ну что ж. Ну давайте попробуем. Подождите. Ничего, ничего, нормально. Вы, кстати, зря. Вы, вы с палочкой похожи на доктора Хауса. Давайте. 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 Мы тут кровью. Мы тут кровью. Боюсь, нас объявят в розыск. Почему? Нас же видели на ужине. Когда? Позавчера. А знаешь, чего бы мне очень хотелось? Такой стейк, сильно-сильно прожаренный, на листике салата и бокал красного вина. У санаторных поваров хватит фантазии только на паровые котлетки. Ты хоть знаешь, какой сегодня день? Вторник, кажется. Тогда это самый счастливый вторник в моей жизни. И в моей дурацкой жизни тоже. Жалко, что я ничего не знаю про твою дурацкую жизнь. А я про твою. Когда-то за окном моей жизни была целая вселенная страха. Я не знала, как мне выжить, еле выкарабкалась. А когда вынырнула, увидела тебя. О вашем романе, говорит, уже весь санаторий. Ну и что? Пускай завидует. Татьяна, ты же мне как дочь. Я обещал твоему отцу заботиться о тебе. Ну, заботиться, а не присматривать. Я уже взрослая девочка. Но ты же ничего не знаешь про Андрея. А что я должна о нем знать? Он человек с травмированной психикой. Он алкоголик. Что может быть опаснее? Странно, я этого не заметила. А ты знаешь, почему он хромает? Ты не спрашивала? Пару лет тому назад Матонин попал в дорожную аварию. Татьяна, я думаю, это достойно лучшей участи. Как вы сказали его фамилии? Матонин? Расследование скандальной аварии на Восточном шоссе затягивается. Полиция молчит. И до сих пор находится на свободе Татьяна Чернигова. По вене которой погибла 10-летняя Лена Матонина, чемпионка Москвы по художественной гимнастике. И тяжело раненый отец, художник Андрей Матонин. Прокомментируйте. Татьяна, ты что, уезжаешь? Ты же собирался через неделю. Поличев не пал там. Спасатели, Дэн там, все наши. Подожди, а как же мы? Я не смогу без тебя жить. Почему ты мне не сказал про аварию? Ну, думал, как-нибудь потом расскажу. Останься, прошу. Ты пожалеешь. Я буду счастлив. Уверен? Ну ладно, хватит загадок. Скажи, в чем дело. Я. Я была за рулем того джипа. Когда ты вез на дачу свою дочку. Причина несчастных случаев в горах в основном схожая. Как правило, это отсутствие должной подготовки и... Сделайте, пожалуйста, погромче. Что? Погромче сделайте. Несколько часов назад к нам поступила информация, что известный российский альпинист, снежный барс Денис Волков погиб, пытаясь спустить в базовый лагерь останки своей жены, погибшей на Кочинджанге пять лет назад. Он попытался совершить то, что практически невозможно в сложных условиях этого сезона. Туман, повышенная влажность. Остановить. Туман, 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 туман. Туман, 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 туман. Туман, 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 туман. Алло. Ну отлично, ну пусть документы подготовят, четверг все подпишем. Угу. Здравствуй, Таня. Привет. Как ты? Да я, ну что я. С Аллой очень плохо. Таня, она очень хотела с тобой встретиться, поговорить. Мить, нам не о чем с ней разговаривать. Ну да, ну да. Я понимаю, в хосписе она обречена. Я тебя умоляю, это не займет много времени. И я тебя очень прошу, поехали. Я пойду, к вам муж пришел. Здрасте. Здрасте. Как она? Сегодня неплохо. Угу. Танечка пришла и просила. Оставь нас на пять минут. Ну, хорошо, хорошо. Я здесь рядом. Виновата я, Таня, перед тобой. Если ты про милицию, то все понятно, на тебя надавили, ты их сказала. Не в этом дело. Чернигов? Да он сам ушел. Фотографии. Где вы с Кумариным. Это ж я ему дала. А где ты взяла? Кумарин. Зачем? Помнишь, это ж ты меня тогда на этот ваш корпоратив на озере пригласила. Там все выпили, фотографировали. Фотографировали. Вот и я. Фотографировала. Ты мне была как сестра. Я тебе так доверяла. Зачем? А ты сама что, не понимаешь, Тань? Я же всю жизнь с первого класса. При тебе вторая. Ты принцесса, я посудомойка. За Чернигову замуж, потом ты вышла. А мне ж доставалось. Бумажки за ним разгребать. Кофе ему подносить. Да. Без молока. С двумя ложками сахара. Вот именно. Тань. Прости меня, а? Сейчас тоже не имеет никакого значения. Я ведь еще одну вещь сделала. Прошу тебя, пожалуйста, не надо. Все. Очень плохую, Тань. Я ведь ее сама себе простить не могу. Не говори ничего. Все хорошо. Прости. Таня. Сколько ей осталось? Врачи дают до двух месяцев. Тань, куда я ее тут не возил? Германия, Израиль. Денег уйма потрачено. И что, ничего нельзя сделать? Ничего. Неоперабельно. Тань, ты мне денег не одолжишь? Я чего-то совсем пустой. Татьяна Ивановна, ты же мне знаешь, я отдам. Была, что ли, такая история, что я не отдал? Сколько тебе надо? Еще две. А там уж как… Ты еще служишь проректором? Уволился. Зря они тебя отпустили. Ты был неплохим завхозом. Ну, Митя, держись. Угу. Не ожидал тебя здесь увидеть. Угу. Я каждый год бываю здесь. Ты знаешь, я никому не говорил об этом раньше. Но в том, что случилось, есть и моя вина. Ты-то здесь при чем? Я с двух лет возил ее на заднем сиденье. В детском кресле. В этот день не знаю, что на нее нашло. Раскапризничалась. Сказала, что ей тесно, душно. Ну, я ей уступил. Она пересела вперед за пятнадцать минут до аварии. Господи. Неужели столько страданий ради того, чтобы мы с тобой встретились? Ничего не говори. Иначе мы снова зайдем в тупик. Леночку уже не вернуть. А нам надо жить. Я не думала, что ты меня простишь. Угу. Проходи. Здравствуйте. Ну, как там? Татьяна Ивановна, день прошел хорошо. Он вел себя чудесно. Ну, отлично. Вы собираетесь? И до понедельника. Спасибо. Ну, и кто это? Мальчик или девочка? Ну, мальчик, конечно. Ну, неужели ты не видишь, какие у него лапы? А почему в розовом? Ну, в магазине мне показалось, что это бежевый цвет. Как зовут? Иван. В честь моего отца. Ну, и кто автор этого творения? Ну, и кто автор этого творения? Ты. Я? Нет, ну, если тебе, конечно, не нравится, ты можешь его не признавать. Да нет, я просто… Брови, по-моему, твои. Да? А нос? Нет, ты посмотри, какой у нас нос. Ты посмотри. Ну, тут уж не отвертишься. Такая модель для гордого задирания. Танечка. Вот и хорошо. Уж который год все собирался порядок навести, да руки не доходили. Чем меньше хлама, тем меньше пыли. Сынок, ну, не каждый хлам рухлядь, даже если вещи старые. Постой, постой. Ты куда эту канистру-то понес, а? Как куда? На выброс. Ну, может, оставим. Спасибо за понимание. Пап, ну, она же ржавая. Ну, Танечка, ну ты что с того? Ну, и что, что она старая, ржавая? Это ведь дед ее с войны привез. Это ж музейная редкость. Ай, господи, тот и хватался за стиральную машинку Днепр. Потом за старые боты. Теперь за эту дурацкую канистру. Нет, не отдам. Ладно, Андрюш, бери ее, поднеси обратно. Отнесу. Вот ведь вещи-то. Они ведь как солдаты в походе. Вот бывает, что и устают, а люди по ошибке думают, что они умерли. Да я вообще все бы здесь выбрасывал. Смотри, что я нашла. Это же синяя лампа. Мне ей в детстве ушки грели. Он однажды, Андрюшка-то, чуть мой зингер старый, на металлолом не сдал. Ну вот. Молодежь. Таня, Андрюш, ну что вы там застряли? Сейчас идем, пап. Так, это что такое? Смотри, что это? Это же мой видеорегистратор. А шарфик? Этот шарфик я купила Али в Турции. Он был на ней в день аварии. А мы что, этот парфюм до самого рождественного будем вдыхать? Давай обгоним. Ну вон, обходи, обходи. Ну хорошо, давай обгоним. Больной, что ли? Придурок. А по сигналам устали. Ну сейчас ты должен пропустить. Он пьяный, что ли? Что творит-то, а? Давай, знаешь что, давай сейчас справа обойдем? Да какой справа? Ну что ты говоришь там об очереди? Ну вот. Идиот, а? Вообще гозел. Придурок. Ну что мне делать? Ну делай что-нибудь. Ну нельзя так. Мама! Марочка! Чего наделала, Таня? Таня, ты чего вообще дура, что ли? Блин, ты что делаешь, Таня? Таня! Заткнись! Тань, близко, не подходи. Вдруг она взорвется. Тань, что делать, а? Таня! Что делать? Вызови скорую. Алло. Мы в тот вечер пили с ней чай. Она могла спрятать эту штуковину, когда я ее послал за вареньем. Я заметил, сколько прошло времени. С начала обгона до самой аварии. Тогда мне показалось, что целая вечность. Всего сорок пять секунд, которые перевернули нашу жизнь. – Пора кормить внука. – Э, нет. Я сама возьму. Иди-ка сюда. Вы уже давно наверное разучились, как детей-то на руки брать. А я буду у вас учиться И вообще на стол пора накрывать Кстати, у меня припустена бутылочка рябины на коньячке А я буду у вас учиться 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 А я буду у вас учиться